Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня я вам расскажу, как так получилось, то что у меня нету теперь бизнеса в Харелии, а именно 24.7. Что вообще произошло, как так получилось, в этом видео я вам все расскажу, но перед этим я хочу вам сказать то, что подпишитесь на канал, потому что до 20 тысяч осталось совсем немножко, вот реально, кто смотрит меня без подписки, возьмите и подпишитесь на канал, я вам буду очень сильно благодарен, также не забывайте про лайки, давайте постараемся на этой серии набрать 200 лайков, чем больше, тем лучше, потому что я стараюсь для вас выпускать почаще видосики, поэтому будьте добры, возьмите и поставьте лайк. Также не забывайте ввести мой промокод, пишите ММ, потом 7 пункт, указать промокод, указать друга ютубера и пишите промокод Кирилл Гейм Капсом, за который вы получите 150 тысяч, его можно вводить альбом сером Азин Холиплей. Давайте я вам теперь по порядку расскажу, что вообще произошло, почему у меня нету теперь бизнеса в Гарелии, продал или что с ним произошло, давайте я вам это все расскажу. Получается, как вы помните, я продал бизнес на Рублевке за 450 миллионов, я купил все машины, купил все бизнес в Гарелии, было все отлично, но потом я узнал то, что мой бизнес на Рублевке продают, и я принял решение продать бизнес в Гарелии, который я купил за 230 миллионов. Я продаю этот бизнес, точнее меняюсь, получается я бизнес поменял на Елик с этим чипом, аудио и нитро, потом Айбах получается с аудиосистемой, с номерами АМР и 20 миллионов еще доплата, то есть я бизнес продал, то есть поменял примерно за те же деньги, сколько я его и купил. Я начинаю это все продавать, у меня получается уже там 200 миллионов, я думаю, блин, надо как-то быстро поднять бабок. И тут получается Димка Банмор, у него был стрим, я хочу сыграть на 100 миллионов, мы играем на 100 миллионов, Димка там немножко накосячил, он не успел там включить экран, и я не увидел, как первый раз там выпало, получается, балл. И из-за этого получился небольшой конфликт, потом он эту рулетку перекрутил, и получается выиграл я. Я уже просто радый был, просто довольный, думаю, блядь, сейчас выкуплю бизнес на Рублевке, будет все по кайфу, но в итоге Димка решил отдать просто мне и другому игроку, с которым я играл. То есть он отдал по 100 миллионов, и все, на этом закончилось все, но потом спустя полчаса я говорю, давай еще раз сыграем мы 100 миллионов. Мы получается сыграли на 100 миллионов, и в итоге, как вы понимаете, я проиграл. Потом я еще играл на мелкие ставочки, там на 10, на 5 миллионов, и тоже проиграл. И в итоге в общей сумме я в рулетке у Банмора проиграл 150 миллионов. В итоге у меня остался Майбаха, МР-двойки, и у меня осталось 100 миллионов. Но у меня эти 100 миллионов недолго оставались, потому что я психанул и купил себе Rolls-Royce Phantom с этим чипом Audio. Я так подумал, что я хочу купить транспортную компанию. Подумал, подумал, искал, искал, ничего толком не нашел нормального. В итоге я принял решение взять 100 миллионов в долг у Матвея Вилла, у своего знакомого, у которого было на тот момент 400 миллионов, потому что он в рулетке у Банмора выиграл 200 миллионов у того чувака, который выиграл у меня 100 миллионов, понимаете? То есть я провел 100 миллионов пацанчику, и Матвея Вилла у него выиграл 200 миллионов на следующий день. В итоге я занимаю у Матвея 100 миллионов и покупаю себе бизнес. Пацаны, в чем вообще суть ролика? Суть в том, что я зря продал бизнес на Рублевке, потому что это был самый шикарный бизнес, который может быть, потому что он в день нес спокойно от 1 миллиона рублей. То есть я мог просто сидеть ровно на жопе и фармить деньги. Но я погнал за тем, что я уйду в большой плюс, в итоге я его продал, купил вот этот бизнес, купил себе машины, но мне от этого удовольствия толком не было, потому что я жалел то, что я продал этот бизнес. Да, я пару дней кайфовал, типа мне было по кайфу, но потом, спустя неделю, я просто понял то, что я дурак, то, что я продал бизнес на Рублевке Южного, потому что я реально мог просто сидеть, кайфовать и фармить деньги. В итоге я вернулся к тому, что у меня и было. У меня остались те же самые машины, Ешка, если что, находится сейчас у Матвея, я потом у него и заберу ее. То есть у меня остались те же самые машины, что были у меня с бизнесом на Рублевке, понимаете? Я просто ушел в минус на ровном месте на 150 миллионов. То есть если бы я Упенмора выиграл бы, вот реально просто одна хрень просто зарешала бы, если бы я выиграл, то я бы выкупил этот бизнес в тот же день. Но в итоге мне не повезло, я просто проиграл 100 миллионов, я не смог купить, точнее выкупить бизнес на Рублевке. Хотя я этого очень сильно хотел. Поэтому вот как-то так, пацаны, будем как-то отбивать эти деньги, буду как-то трейс зарабатывать на дальнобойщиках. И может быть за 2-3 месяца я отобью эти 150 миллионов, которые я проиграл. Ах, да, я хотел вам показать то, что это реально не мой бизнес. Я его продал своему знакомому, это получается Джон Смит. Можете тоже здесь закупаться в Гарреле, потому что на Рублевке ремки по 4 тысячи, а здесь в принципе ремки по 2900 рублей, грубо говоря. Поэтому можете как бы здесь покупать ремки, если что. У Джона Смита, это мой знакомый, то есть я получается за знакомым продал свой бизнес. Теперь он им владеет. Ну, пацаны, я не расстраиваюсь, потому что это все-таки верты, это все-таки просто игра. Но я хотел вам донести то, что я реально дурак. Я просто дурак, погнался за деньгами и в итоге просто обосрался, можно так сказать. Просто мне предложили, получается, на 150 лямов больше, чем я купил бизнес на Рублевке. И я просто думаю, о, 150 лямов, типа плюс. Думаю, классно, плюс я еще с бизнеса 100 лямов заработал. Ну и в итоге, пацаны, я обосрался. Но у меня, получается, осталось 5 машин. Вот эту машину я подарю своему другу, потому что ему не на чем ездить. Поэтому эта тачка не считается. Я еще Ешку заберу. И, получается, у меня осталась симка моя, 5 восьморок. Давно хотел ее купить, короче. И еще остались номера у меня, хер восьмерки, которые у меня были. Ну и вообще, различные номера у меня вот здесь остались. То есть, я, по сути, в Винусе просто на 150 миллионов. Кстати, вот почему я не купил транспортную компанию, а купил им бизнес. Потому что у меня было 70 миллионов, я спокойно мог купить транспортную компанию. Неплохую. И не брать в долг деньги. Но я так подумал, что компанией нужно заниматься каждый день по несколько часов. А бизнес, ты просто завез продукты и все. Тебе не надо с ним ничего делать. Поэтому, если бы я купил компанию, скорее всего, у меня ничего хорошего не получилось бы. Потому что я не так уж и много играю. У меня нет времени заниматься прям каждый день компанией. Поэтому я все-таки принял умное решение купить нам бизнес. И вот этот бизнес, пацаны. Это 24 на 7 возле ППС. Вот, прям-прям напротив ППС в Южном. Да, я знаю, это не самый лучший бизнес вообще. Что у меня было, что я мог купить. Но я думаю, в принципе, нормально. Но других вариантов, пацаны, не было. За эти деньги никто бы ничего мне не продал. Тем более, я рассчитал на то, что я продам Роуз-Ройс и просто дам Атвею долг. Потому что брать в долг 100 лямов и потом накатывать эти деньги на доля больше, как вы сами понимаете, ну это бред просто. 100 миллионов я бы ему отдавал бы месяца два, если не больше. Поэтому я вот такой себе, знаете, скромненький бизнес купил за 170 миллионов. Вот как-то так. Так, название я поменяю, если что, пацаны. Просто сейчас деньги не хочу тратить на это. Цены здесь, пацаны, низенькие. Как всегда, по 3000 ремочки. Можете заходить, закупаться. Буду всем рад, как бы. Я думаю, место, в принципе, неплохое, конечно. Тем более, в Южке это самое еще в ремке. Тем более, здесь недалеко за русской дальнобойщикой. Можете сюда заезжать, покупать ремки и ехать дальше рейсики катать. Кстати, не забывайте вступать в семью, потому что я ей сейчас плотно занимаюсь. Делаю наборы. Да и, в принципе, пацаны тоже принимают людей. Ебать, денег просто уходит, понимаете. Вчера я выходил с игры, был лям. Сейчас осталось 500 тысяч. На фому, пацаны, уходит очень много денег. Давайте я, кстати, покажу, сколько у нас ваучеров. Вот, 1217 ваучеров, пацаны. Мы сейчас семья топ-1 по активности. Вообще, везде. Можете даже вот здесь посмотреть. Мы везде на первом месте, поэтому можете приходить к нам в семью. Можете писать мне вконтакте. Звоните мне в игре, я буду всех принимать. Хотел бы вам, пацаны, напомнить, что у нас есть еще один семейный бизнес в Арзамасе, который находится возле ДПС. Он занят ДПС в ФСБ. И вот здесь находится бизнес нашей семьи. Тоже, получается, Джонни Прайд владеет. Кто помнит Джонни Прайда, пацаны, напишите плюсик в комментариях. То есть, можете здесь тоже закупаться. Цены здесь также хорошие. То есть, у нас получается 3 семейных бизнеса. Один в Южном возле ППС, один в Гарьеле и один в Арзамасе возле ДПС. Поэтому, можете везде закупаться. Здесь тоже, видите, ремки дешевые. Прям очень дешевые. Поэтому, можете здесь также закупаться. Буду всем рад. То есть, реально, у нас просто 3,24 на 7. Вы можете закупаться и в Южном, и в Гарьеле, и в Арзамасе. То есть, везде для вас есть место, где вы можете дешево купить ремкомплекты. Поэтому, приезжайте, закупайтесь. Вот, реально, я жалею просто то, что я продал бизнес на Рублевке. Потому что, ну, это, наверное, был самый лучший бизнес из тех, что у меня был. Ну, кроме СТО. Вот, у меня было СТО в Арзамасе, получается. У меня он был почти год. Реально, это кайфовый был бизнес. И вот, у меня был 2,24 на 7 на Рублевке. Это тоже, реально, был кайфовый бизнес. То есть, это два моих самых любимых бизнеса в данный момент. Поэтому, пацаны, вот как-то так. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не делайте моих ошибок. Не гонитесь за бабками. Если у вас всё ровно, всё по кайфу. Пусть оно так и будет. Лучше, как бы, оставаться при своём, чем потом уйти в большой минус. Как сделал это я. Всё, всем пока-пока.